В руках диплом юриста за плечами учеба в колледже. И с этим багажом самарец Сергей Сухинин отправляется служить в армию по контракту. Сначала на два года. Выбор сделан осознанно. И сама служба для молодого человека интересна. И с поиском работы выпускнику колледжа мучиться не придется. У меня все друзья служили. Вообще все прошли срочную службу. Есть друзья, кто по контракту служит. Все довольны. О своем решении никто не жалеет. Хотел бы, конечно, попасть в элитную тоже. В ВДВ или в спецназ. Причем по контракту в армии Сергей сразу будет получать хорошую зарплату. На первом этапе это 20-27 тысяч рублей. А в перспективе она может вырасти и до 60-70 тысяч. С 12 мая в силу вступил новый федеральный закон. И теперь заключить контракт могут и выпускники средних специальных учебных заведений. Даже те, кто срочную службу в армии не проходил. Раньше же в контрактники брали только тех, кто уже побывал срочником, либо людей с высшим образованием. Конечно, сначала предстоит пройти медкомиссию, специальное тестирование, приветствуются и спортивные достижения. При определении места службы учитываются пожелания будущих профессиональных военных. Плюс для молодых людей это выбор, труд устроиться, возможность карьерного роста. Предлагаем варианты заключения контракта на территории Самарской области. У нас много воинских частей, где есть потребность молодых людей. Ну и по желанию, конечно. За полторы недели уже больше сотни выпускников СУЗов решили пойти служить по контракту. В современной российской армии нужны специалисты с профессиональным образованием. Особенно техническим связисты, механики, водители. Сейчас в армии идет большое переоружение, поступает новая техника. Поэтому специалисты со средним образованием очень нужны армии. Перед тем, как приступить к службе, молодым людям еще предстоит пройти трехмесячную подготовку в учебном центре, где они станут военными специалистами. А карьерный рост у выпускников колледжа, техникумов и училищ в армии будет быстрый. Через год они могут получить звание прапорщика. А если решат продолжить образование в военном училище, то офицерские погоны. Плюс жилье и все полагающиеся военным льготы. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Марина Кравцова, Максим Гусев.